поговорим про оракл сертификацию тема конечно как бы на самом деле очень абстрактная потому что у оракла этих сертификаций различных огромная масса вот если мы посмотрим на разнообразие сертификаций то джава у нас тут занимает одну маленькую часть остальное куча разных сертификаций а так подразумеваю что даже большинство из них не является требованием внутри софтер воздавать это для разных сфер деятельности которыми java комьюнити наверно никто у нас не занимается вот java собственно представлена сертификация для стандарт эдишн и интерпрайс эдишн и веб-сервис значит мы собственно сегодня поговорим о java стандарт эдишн сертификации это у нас две сертификации оракл сертифайт ассошиэт и оракл сертифайт профессионал значит на данный момент оракла есть вот как видите всего для java стандарт эдишн 5 экзаменов как один я сговорил это сертифайт ассошиэт сертифайт профессионал это сдается по джаве 8 нет никаких экзаменов на данный момент не для java 9 10 11 ничего этого нет есть относительно недавно появившаяся сертификация какая-то джуниор и соши но я думаю это целевая аудитория больше для студентов для людей которые вы совсем краешком касается и две сертификации это собственно обновление если вы уже сертифицированный профессионал седьмой или в шестой версии то вы можете сказать обновиться до восьмой версии когда будут сертификации для следующих версий неизвестно никакой информации в этом у нет если вы знаете то java 9 10 11 именно изменений как самого языка совсем чуть-чуть я так понимаю она когда-то будет в далеком будущем следующие сертификации пока все для java 8 так но и главный вопрос да зачем это собственно нужно есть разные требования значит оракал сам по себе говорит о том что это большинство людей очень помогает в их нем профессиональной деятельности как доказательство того что они действительно что-то умеют также говорят о том что якобы чуть ли не 75 процентов значит испытывают большую потребность со стороны других организаций ну и последнее это конечно звучит может быть смешно может быть нет в нынешнее время что вы получите в шесть раз больше просмотров на linkedin то есть это говорится возможность для тех кто хочет на linkedin и получил какое-нибудь интересное предложение собственно все это очень выглядит не больше как доказательство ваших способностей а как больше документ который позволит вам получить новую работу но если вы собственно этим не занимаетесь настоящее время то может возникнуть вопрос зачем это собственно нужно а нужно это лишь потому что у нас есть внутренние требования внутри софт-серва проходить обязательную сертификацию для продвижения по карьерной лестнице то есть это вырезка из confluence страницы софт-серва многие наверное увидели значит настоящее время наиболее популярная если на говорится обязательного то обязательная только оракал сертифайт осуществует все так как требование для junior про или intermediate про ступени дальше уже все идет опционально оракал сертифайт профессионал это для senior pro позиции и для техникал лида про это вот enterprise architect экзамен 1 0 807 это до сих пор еще действующий экзамен или вот если для джава веба если вы видите или 1 0 899 и 898 это джипей и что-то с вебом связано я врать сейчас не хочу но смысл в том что эти экзамены как и ниже для java integration 897 и 898 это экзамены которые прекращают свое существование 31 марта то есть после 31 марта этих экзаменов больше не будет остается 1 0 807 это enterprise architect certified и есть еще новый экзамен который называется java enterprise edition профессионал то есть это экзамен куда собственно все все по моему 6 разновидностей экзаменов слили в один этой джипей и в и джи спи и все 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 что у них было раньше раздельно теперь все слилось в один экзамен собственно как зарегистрироваться на экзамен наверное большинство из вас знает что теперь это делается через корнер стоун там есть как и курсы для которые вы можете записаться чтобы повысить свои квалификации там же теперь и инвестуются экзамены на этой страничке я готовил прямые ссылки на суши и на профессионал можете по ним потом пройти чтобы не тратить время в поисках где но там лежит потому что там потерял много и собственно зарегистрироваться как только вы зарегистрируетесь вы получите там эти мне 50 минут email это не помню на 15 пунктов расписано что собственно вам нужно сделать мы сейчас в это вдаваться не будем то есть каждый площадь там ничего военного нету то есть проследуйте по инструкции создадите аккаунт в person view если у вас нету зарегистрируйтесь на урокли в общем в это все узнать поэтому приступим у нас мы обсудим как я сказал certified associate и certified professional сегодня то есть это две части начнем с суши и закончим профессионал ну структура их будет примерно одинаково будет сильно отличаться отличаться говорится будет немного примерами которые мы рассмотрим и собственно темы которые не покрывают значит по самому экзамену длительность два с половиной часа всего 70 вопросов проходной балл это 65 процентов на самом экзамене если вы начали прочитайте страничку там будет указано что вопросы оцениваются неравноценно то есть могут быть вопросы как которые не несут никаких баллов и вопросы которые несут больше чем обычно но этого вы ни на одном вопросе не увидите никакой пометки о том что это вот там тест без баллов этот с большими баллами то есть вы должны отвечать на все вопросы если вы будете не успевать как говорится ну поддайтесь удачи и выбирайте на бум это будет все равно лучше чем оставить не отвеченные вопросы все-таки дает дополнительный шанс если вдруг вы окажетесь на границе значит стоит 150 долларов если данный экзамен находится в вашей карьерном пути то есть даже несмотря на то что например сейчас джуньора хотите сдать например профессионал поскольку она у вас в карьерном пути данный экзамен вы можете попросить чтобы вам потом сделали рефанд денег и собственно два пути как вы договоритесь с менеджером сертификационным центром были за вас сразу заплатят то ли вы платите сами сохраняете чек и потом когда успешно сдаете экзамен отсылаете назад этот чек и свидетельство о том что вы успешно стали и в течение недели вам деньги вернут на ваш расчетный счет значит темы для java associate тема как говорится начинается по сложности но простого ты так сказать до среднего сложного то есть высушит нету там ничего касательно и намов нет ничего по точности еще таких вещей которые больше называются сертификационным как использование java api то есть тут сушит больше о базовых конструкциях самого языка то есть как объявить переменные как каких вариантах это можно сделать и как запускать программу из командной строки как должна быть описана точка входа очень много вопросов касаются сравнения на то ли и equals используют то ли двойное равно в чем разница особенно любят это делать со строками то есть вы должны знать про пул стримов как он работает базовой конструкции if else свечи то есть все варианты циклов массивы нужно знать как объявлять массивы с размером без размера сразу как указывать перемен ори и значение наполнять и тому подобное также есть про наследование но наследование тут тоже довольно много вопросов то есть нужно четко понимать как переопределяются перегружаются методы уши вопросов на этом очень много выглядят эти вопросы так что конечно никакой нормальный человек в реальности такого делать не будет но вы будете в роли компилятора на экзамене шона и слушает что на профессионал то есть никаких подсказок ничего не будет будет все так таком серо-голубоватом фоне вопросы не разноцветные одного цвета поэтому там будут разные трюки чтоб вас обмануть дальше ну так работа с классами то есть тут упоминается стринг-билдер но стринг-билдер он совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть вы должны знать что он бьют а был шоу это не одно и то же как строка и собственно больше чтоб сказать там методы буквально аппенд и все там сильно в детали никто не вдается есть немного затронута тема времени очень любят на экзамене использовать вопросы с переходом на летнее время то есть и потом вычитать эти время или даты то есть это нужно если кто мало работал то есть примерчики позаниматься попробовать как это работает дальше рейлисты или любые коллекции на и суши только рейлист и собственно там тоже использование методов в стиле только это и все они больше используются как для вопросов для цикла фурыч так значит инкапсуляция как работает смертной капсуляция там минимальная просто упоминание о том хорошая практика медсеттеры и геттеры но на экзамене ничего этого практически не будет то есть это будет на профессионал упоминание что то есть она не будет разбиться то там будет строчка говорит что считаем шоу геттеры сеттеры правильно определены и имеются в классе то высушит ничего такого никто не соблюдает этих практик там будет как угодно написано нужно четко понимать модификаторы доступа на этой почве там тоже много вопросов которые пытаются подловить как идет наследование как переопределение все это будет и обработка исключений но тут она представлена просто try catch нет уточнением профай на ли нет уточнения никаких о и по тройке с ресурсами или что-то такое или нет точно так же как и малки кетча тут просто тракет упоминания и буквально несколько вот как вы видите внизу вам нужно запомнить этих эксэпшенал пойнтер арифметик рейдекс аутов баунс и класс каст значит материалы для подготовки их имеется с одной стороны и много и немного то есть лично я готовился по второй книге я на нее указал ссылочку она у нас имеется в библиотеке софт-серва то есть по 2 пеном софт-серва зайдете с библиотеки можете скачать эту книжку к ней по идее должен идти диск с какими-то пробными экзаменами дополнительными вопросами этого конечно же нету есть просто сама книга за как видите тут четыре книги последний книга на и для суши это для профессионал больше практические тесты честно говоря я нашел что она существует я то что у нее внутри не знаю в общем как и не могу более детально рассказать хороша ли первая книга это от манинга но вроде бы по отзывам считается что это лучшая книга для подготовки на как я говорил я готовился по второй книге принципе она действительно покрывают все темы которые на экзамене после каждой темы там есть по 20 вопросов пробный в конце книги ответы то есть вы себя можете немного потестировать но как бы честно скажу вот этих тестов которые в книге их маловато то есть если мало опыта работы с джавой то надо бы еще дополнительно что-то тренироваться если много опыта может быть просто книжку пролистать этого будет достаточно вот есть возможность как бы использовать мог экзамены один как говорится максимально приближенный к жизни вы можете обратиться в сертификационный центр и вам организуют одну из того пробу вы придете полноценно как настоящий экзамен пройдете экзамен неважно сдадите вы его или не сдадите он конечно же не к чему никак не засчитывается но во всяком случае вы увидите как она будет выглядеть в реальной жизни некоторые это пробовали я честно за себя скажу шоу я есть второй вариант это сто девять долларов 99 центов на нтв скачать пробные экзамены там для и сушит порядком по моему восьми пробных экзаменов и также множество вопросов которые разделены или по темам или и можете сами набирать или просто там легкие сложные очень ну я лично практиковался по этому нтв довольно хороший экзамен а он на самом деле сложнее чуть-чуть сказал процентов на 10 на 15 чем реальный экзамен но зато он дает мне только как просто попрактиковаться сдать экзамен из него почерпнете новую информацию потому что он также используется конструкции которые в реальной жизни вы не будете использовать но во всяком случае хорошо знать как она работает то есть это не только источник практики тестов но это закрепление теоретической части значит и я подготовил тут несколько вопросов которые подобные вопросы собственно будут и на экзамене вот очень много вопросов которые просто на внимательность например как этот то есть вариантов вопросов там собственно обычно два или выбрать один ответ из перечня то есть данном случае как бы использовал круглюшочки или надо выбрать несколько вариантов на вопрос это может быть два три четыре пять угодно это там увидим дальше в квадрате как он как данном вопросе то есть на первый взгляд все кажется нормальным что выглядит код когда он будет запущен и собственно он данном случае у нас бросит error в рантайме чему потому что как вы знаете точка входа должно быть public static void main в данном случае используется метод который максимально похож на точку входа только у него есть возвращаемый тип long и как бы видеть в конце метода причем то есть точки входа никакого возврата значения не должно быть я ответы тут не помечал то есть я хотел просто обсудить потом кто захочет ли дома практикует чтобы узнать значит это типа как java базовые значения вот например из темы работа с java типами данных значит в данной программе у у нас вопрос что выведет данные метод и вы должны знать то на ссылочных типов примитивов да как данном случае у нас интеджера лонг когда вы используете equals это не будет просто сравнение значений да в данном случае у нас интеджер один и лонг один данном случае в первую очередь проверяется тип и поскольку тип лона не соответствует типу интеджер это автоматически приравнивается к not equal то есть в данном случае это будет но тыква то есть по проверяйте как сравниваются вот эти ссылочные типы примитива муж там есть небольшие нюансы значит следующий вариант использование оператора значит вот кусочек кода у нас и опять же тут больше на внимательность данный вопрос если вы обратите внимание то у нас на переменной т идет вызов int value но предварительно мы думаем что мы скастили т к интеджеру то есть вы должны знать что когда идет через точку это имеет больше приоритет чем скобки то есть в данном случае нужно было обернуть переменную t еще раз вместе с интеджером в скобках сначала бы тогда был у нас каст до интеджера и уже у интеджера мы вызывали бы int value в данном случае у нас т это object а object то нет метода int value соответственно в данном случае у нас не скомпилируется данный код так это на тему использования массивов видите тут есть и тракет значит тут ответ у нас будет в данном случае true то есть вопрос звучит вы видите ли у нас индекс равно двум когда скомпилируется и запустится то есть в данном случае вы должны опять же знать приоритет выполнения то есть если мы посмотрим в блоке трай мы знаем что у нас get и рей по факту возвращает нал то есть и унала сначала подумать что будет но смысл в том что нал это тоже является как бы ссылочным и внутри обращение к индексу у нас идет сначала присвоение индекса в данном случае в двойке а потом попытка обратиться к индексу 2 р я которую нас собственно нам и вот тогда когда произойдет присвоение индексу присвоение индекса двойки индексу у нас будет null pointer exception которую мы поймаем и собственно распечатаем индекс равно 2 это следующая у нас цикл значит вопросов такой интерпретации циклов достаточно много будет тут идет различные операторы префиксные постфиксные в циклах вайл или дуба то есть не знаю откуда такая любовь у них к ним но есть такое дело то есть тут вы должны знать про разницу то есть постфиксного и префиксного инкремента то есть вы знаете что если мы бы обратились просто допустим вайл тут плюс плюс а то есть решение было бы совсем другое если было бы сначала ой плюс плюс меньше пяти если у нас префиксная то у нас сначала идет инкрементация и возвращение значения если постфиксная у нас идет сначала возвращение значения а потом инкрементация то есть в данном случае ответ у нас будет 2 это 56 то есть иногда бывает голове не совсем удобно удержать все эти вот изменения у вас на экзамене будет ламинированный листик даже 2 и маркер собственно и вот на нем вы сможете делать любые свои пометки какие душе угодно если нужно вручную перебирать циклы на этой пластике то есть сразу проверьте шоу фломан этот маркер пишет шоу вас этот листик есть потом никого не отвлекать и и вдруг что покажется не было чтобы они теряли времени потому что говорится кнопочки сделать паузу на экзамене нету то есть один раз отсчет времени начался и собственно все после этого обратного пути уже не будет следующий вопрос это у нас на работу с методами ну тут довольно таки коварный вопрос если вы обратите внимание опять вызов в самой последней строке система от println где даты без возвращает у нас на и унала мы вызываем поле url статическое поле смысл этого вопроса заключается в том чтобы вы подумали что будет null pointer exception но его не будет будет выведено значение getting db и собственно сам url без каких-либо исключений весь смысл заключается в том что null собственно представляет собой ссылочный тип database wrapper и поскольку url является статическим полем то есть объект данного класса не требуется и даже унала вызов url вернет нам желаемую строку то есть такие вопросы есть их не так много но они попадаются вы должны знать ну и эксепшены значит видите этот вопрос тоже они популярны любят сделать много пустых классов которые расширяют друг друга и потом проверить как вы понимаете переопределение методов то есть я варианты ответов вынес вправо это просто не хватило места обычно конечно но все снизу то есть какой те предыдущие примеры были вот так те и вопросы всегда выглядят в реальном экзамене поэтому в данном случае это исключение вот и вот видите тут очень много написано но самый главный смысл тут заключается в том что она не скомпилируется не скомпилируется то есть смысл данного вопроса заключается в том что если у вас есть несколько кетчей то вы должны сверху вниз идти от более специфического к более общему противном случае у вас появляется недостижимый код и компилятор ругается по этому поводу в данном случае если вы видите то myexception это родитель myexception 3 то есть соответственно любые myexception эксепшены по сути которые будут если в методе выпадать первый блок их будет ловить второй кетч блок он никогда не будет вызван соответственно считается недостижимым кодом и собственно он не компилируется вообще очень много вопросов вот именно где ответ не компилируется то есть нужно в первую очередь всегда просматривать компилируется ли метод или класс или кусочек кода потом переходить уже более детально разборки ну и работа с временем и даты то есть поскольку 8 джава если вы знаете был полностью переписана подход к работе с временем и даты то есть пакет java time он включен поэтому ему java суши не так много внимания но в профессионал уже гораздо больше в общем что нужно запомнить собственно что это имеют а был класс и все которые во времени находятся то есть локал дэйт локал тайм локал дэйта будет могут быть вопросы стиле там объявлено переменной локал дэйт там потом не переприсваиваю значение там плюсуют значит какие-нибудь там часы или дни минусу в общем производят какие-то операции не переопределяю и потом как бы систем аут принт лн что новый виден то есть если вы не знаете что она и мьют и был то есть вы будете думать что там все понаплюсовалась если вы знаете что и металла то все ссылка не переприсываем а значит на самом деле ваше первоначальное значение не изменилось значит в данном случае у нас произойдет ошибка рантайма то есть опять же тут на внимательность обратите внимание что мы объявили локал дэйт тайм и парсим всего лишь дату то есть нет временной составляющей то есть во время компиляции компилятор такие вещи не может проверить а вот в рантайме когда он начнет парсик он видит что временной составляющей строке нету и получит эксепшен собственно это все примеры которые я хотел показать касательно слушает если есть какие-то вопросы маленькие уточнения сейчас можем сейчас обсудить если нет то будет тогда двигаться дальше ну и как будет выглядеть ваш сертификат в случае если вы все успешно сдадите если вы нормально подготовитесь вы обязательно его сдадите в этом экзамене нет ничего военного попрактикуйтесь и собственно вот такая награда вас ждет в конце она будет в электронном виде в вашем аккаунте урокла в котором вы зарегистрируетесь до того как сдавать этот экзамен верхней строчки будет ваше имя фамилия обратите внимание сразу когда будете регистрируется все пишите ваше имя и фамилию на английском языке как это указано у вас в загранпаспорте чтобы не было разночения когда вы придете на экзамен вам нужно будет предоставить два различных документа подтверждающих вашу личность ну то есть можно это украинский паспорт загранпаспорт или какую-то комбинацию но лучше всего украинские загранпаспорт пишите своими фамилию соответствии с загранпаспортом потому что в противном случае если вы запишите по-другому будет считаться что это не вы и вас могут и не допустить даже когда вы придете на экзамен вас сфотографируют и как только вы сдадите экзамен течение 30 минут вам на почту придет уведомление с результатами вашего экзамена но это лишь будет сказано что ваши результаты готовы вы зайдете к себе на Oracle Account зайдете в недавние экзамены и увидите чуть-чуть другую то есть ваш сертификат будет готов через два дня а через 30 минут будет там такой бланк где уголку в левом верхнем будет ваша фотография как вас фотографировали когда вы пришли на экзамен а посерединке будет написано что экзамен там такой-то проходной процент такой-то сколько процентов вы набрали и небольшое описание внизу то где вы ответили неправильно она не в соответствии как звучит вопрос она тезисно там сравнение строк по equals и два равно объявление циклов может быть даже не указано и все шоу вода то есть она будет тезисная такое то есть те темы которых у вас были ошибки неважно там 1 2 3 никто вам этого уже не скажет вы не узнаете в каких вопросах вы ошиблись будет просто лишь такая статистическая информация а вот через два дня где-то в течение 48 часов уже появится у вас же опять в кабинете урок на электронный сертификат который будет выглядеть тогда на верхней строчке будет ваше имя фамилия чуть ниже дата и в правом нижнем углу она тут вытерта это собственно будет уникальный серийный номер этого сертифика в бумаге сертификата никакого не будет то есть он будет в электронном виде и еще там будет электронный пейджик там оси ей такая маленькая штучка с предложением разместить на вашей linkedin странице и добавить ваш сертификат ну если захотите вы это все сделаете добавить так двигаемся дальше собственно оракл сертифайт профессионал тут говорится и мы идем дальше в лес и уже вопросы более сложные гораздо сложнее чем на и сушит но тоже как бы ничего такого военного смертельного собственно продолжительность экзамена такая же два с половиной часа вопросов больше вместо 70 как вы видите 85 проходной порог тот же и цена собственно тоже подход абсолютно такой же вы если нужно чтобы вернуть деньги обратитесь к своему чару бизнес партнеру значит из своей практике о на времени вас было на часа на java и сушит более чем достаточно то есть я прошел на экзамены и спокойном режиме отвечал когда не было никакой спешки там то есть у меня осталось около 40 минут то есть времени на и сушит более чем доставать вот на профессионал времени в обрез поэтому когда будете практиковать пожалуйста засекайте время потому что с профессионал меня осталось 3 минуты до конца то есть на тот момент как я ответил все вопросы осталось всего лишь 3 минуты те люди кого я знаю которые сдавали обычно ни у кого больше чем 10 минут не остается так что обратите на это внимание ну и темы то есть тут уже обсуждается дизайн классов в данном случае это переопределение хэш кода equals как это связано между собой более глубоко рассмотрен полиморфизм дополнительные из паттерны но из паттернов тут всего лишь синглтон будет обсуждаться и в принципе пару вопросов может на экзамене реальном касаться этого синглтон вопросы могут быть в стиле какой-то кусочек кода данный там какие строчки заменить чем чтобы получить синглтон или может быть просто вопрос вот какие признаки синглтона шоу не должно быть точно должны знать что это должен быть приватный конструктор публичный статический метод который возвращает ссылку на объект и ну собственно все данном случае собственно больше никаких паттернов нет потом как они называют продвинутый дизайн классов это уже работа с внутренними классами статическими внутренними классами анонимными классами локальными классами то есть вопросов немного на эту тему но они есть и весьма изощренные то есть кто плохо владеет этим тоже уделите внимание поиграйтесь как она работает дальше это java stream API вопросов по стримам очень много мне показалось что ну опять это такое первое впечатление как будто там ну чуть ли не треть вопросов каким-то образом касается стрима API или лямда выражения то есть их очень много очень любят коллекторы когда там partitioning by grouping by то есть вы должны знать как вот работают эти коллекторы чтобы возвращать мапу такую ну в разных вариантах то есть это сейчас мы можем долго обсуждать придумаем но очень много должны четко различать промежуточные операторы и терминальные операторы то есть есть вопросы вот создаем стрим делаем то делаем все потом используют терминальный оператор после него как будто делают еще и еще терминальный оператор то есть вы должны четко знать что терминальный оператор он один и после него стрим больше не существует значит дальше дженерики и коллекции значит это больше рейлист 3-сет 3-мап то что касается почему-то не дописано что и хэш-сет и хэш-мап но главное что нужно в данном случае для экзамена запомнить это разница от 3-сет и 3-мап собственно то что одно сортированное другое не сортирована рейлист линкед лист особо не рассматривается но особая любовь есть корр и дыбью кью интерфейс и дыбью достаточно вопросов шоу четко должны понимать шоу кто там first in first out а кто из них first in last out есть вопросы поэтому также немного но есть вопросы которые касаются или разницы в чем разница компаратора и контор был или что нужно применить в какой ситуации и вот он как будто есть но он как бы написан не совсем правильно как его сделать был правильным в таком духе но взглянем функции то есть нужно знать практически все функциональные интерфейсы стандартные которые есть понимать разницу что для чего потому что есть вопросы которые пытаются поймать на том что допустим оператор у него что входной параметр что выходной одного типа а функции входной параметр одного типа выходной другой и вот есть вопросы там не будет как бы ошибка компиляции потому что используется к примеру бифанкшен а указывается только как входной первый параметр тип параметра тип второго входного параметра а например тип выходного значение не указан то есть ибо от перемешивала там где есть функция где оператор нужно знать эту разницу также любят вопросы стиле пусть его должен нашел фурыч он принимает консюмера а туда могут подсовывать что-нибудь другое надежде что вы не заметите ли соответственно ответить и неправильно дальше исключение и осел на сравнение то есть довольно таки и много вопросов которые касаются асерта не знаю почему то есть вопросы начинаются в стиле с того знаете ли выше по умолчанию не отключены соответственно есть вопросы как включить чтобы работали асерты как включить асерты допустим только для какого-то пэкэджа или для класса или отключить асерты для одного пэкэджа но оставить для другого и для класса нужно быть внимательным также это ошибки это теперь треки с ресурсами multi catch и фанели то есть очень много вопросов строки с ресурсами то есть когда закрываются ресурсы в какой последовательности закрываются ресурсы как подавляются ошибки если они во время закрывания ресурсов куда они деваются и как их увидеть дальше у нас input output и new input output 2 первое вопросов этих немногом но и есть первое собственно нужно различать кто работает с байтами то есть в данном случае это просто все стримы и кто работает сказать со строками это ридеры и в райтеры то что нельзя мешать между собой не перемешивать на это есть вопросы а new input output там в основной упор на использование пути до пэс и разные комбинации особенно много вопросов есть на пэс резолв и рэл это вас то есть как это работает посмотрите исходные коды там это все написано попробуйте там есть нюансы попробуйте во всех вариантах их потому что эти вопросы 10 достаточно много и может быть я даже приготовил один из вопросов похожих на это ну и дейтайм дейтайм теперь уже более глубоко теперь уже нужно знать про период период и дюрэйшен в чем разница то есть нужно четко запомнить что дюрэйшен это касается времени период это касается дней месяцев годов то есть в некоторых случаях они работают чуть-чуть по-разному также тайм-зоны ну по тайм-зонам не так уж прям много вопросов но есть вопросы в стиле где одному времени присваивают тайм-зону по локальности или там это сша нью-йорк и любят это делать особенно когда есть переход на летнее или зимнее время и просто назначается зона какому-то времени и возникают ситуации когда там одно время становится на час меньше другого потому что стиле там нью-йорк обычно у него зоны минус пять часов а за того что сейчас летнее время она становится минус четыре часа а для другого времени поставили просто указали четко временную зону шум минус пять часов и потом как вот одна дата разница времени между одной зоны и другой и получается в стиле один час или минус один час тоже должна знать когда разница между дата и время ищется то время может быть положительным так и отрицательным чтобы нам не смущен а также это gdbc и локализация по gdbc там все довольно таки просто там ничего нету заковырного больше всего это просто там драйвер менеджер get connection то есть вы должны знать что можно get connection передавать URL к базе данных юзеры и пароль а можно юзеры пароль заменить классом property где вы указываете юзер значение пароли передаете то есть там вопросов немного бывает что вопрос в чем разница загрузки драйвера gdbc4 и gdbc3 то есть смысл в том что в gdbc4 не нужно делать никакого там класс фоней то есть у вас он просто есть зависимостях и все в gdbc3 вам нужно сделать класс фоней чтобы загрузить класс драйвера и все вопросов там немного единственное что нужно обратить внимание тоже у вас будет типичные вопросы получили подключение создать statement получить результаты потом закрыть statement и попробовать снова получить результаты вот в таком духе то что приводит к ошибкам больше каких-то там других специфических вопросов наверное и нету локализация по локализации вопросов тоже немного главный смысл нужно четко представлять как загружаются эти файлы первое как создать локали какие есть варианты исполнения то есть в данном случае там new locale как минимум нужно указать язык нужно значит страна не обязательно можно взять статическое значение там locale.us к примеру в общем а дальше в ресурс бандл как вы передаете локейл как засетить дефолтную локейл и как она загружаться потому что есть вопросы в стиле говорят что у нас мы находимся в локеле us потом в коде создается локейл japanes к примеру и передается в ресурс бандл и потом пишут что у нас есть в ресурсах такой файл такой файлы что она выглядит то есть вы должны знать что сначала то чтобы ресурс бандл передали потом откидывается страна проверяется с этим языком если если этого нет проверяется дефолтная лока если же дефолтного колени тут уже без всяких без языков это последняя попытка получить ресурсы до попробовать найти файл которого нету ни языка ни страны и джава многопоточность тут много много всего нужно хорошо это подучить то есть дед локи старвейши лайв локи рис кондишен ни одного вопроса не было и мону так постольку поскольку есть конечно с экзекьютор сервисами вопросы вот например вопросы сайклик барьер не было вопросов но это ж не значит что их и не будет да и работа с форк джоин фреймворком там не сильно сложные вопросы но тоже попадаются поэтому лучше попрактиковаться и как часть этого есть вопросы они которые касаются и джава стримов этого вот параллельные стримы как она будет работать если параллельные стримы ну не скажу что мы про такие дебри заходят но есть такие вопросы материала для подготовки собственно в данном случае их чуть меньше практические курсы и тесты что последние уже обсуждали в данном случае висит две книжечки ганыша и того же это боярских и в данном случае касательно меня я готовился по второй книге принципе она все темы покрывает все в том же как говорится исполнение точно такой же для джава и суши ничего там поклонения нету такой же стиль тесты все тоже самое по умолчанию должны конечно быть приложено тут на диске дополнительные тесты но их нет ссылочка присутствует на софтеровскую на софтерскую библиотеку где вы можете скачать первая книга не знаю лучше или хуже врать не буду но за вторую книгу я скажу шоу в принципе хорошая я не пожалел собственно пробные экзамены абсолютно то же самое как для суши то вы можете либо эти пробные взять или опять же использовать инсу варя ссылка прикладывается то хочет может меня лично контактнуть в принципе я могу помочь с ключами этому программному обеспечению ну и собственно как и для суши вот варианты вопросов которые с которыми вы столкнетесь на экзамене то есть вот например как вот шоу будет выведена в консоль у нас до для данного класса тут вы должны понимать как загружаются классы и что выполняется первым шоу вторым то есть если мы посмотрим на мейн метод тот как только мы указали статик тест переменную то выполняется статический блок он выполняется один раз то есть при указании этой ссылке загружается java класс если там есть статические блоки они выполняются один раз после загрузки класса то есть данном случае у нас выведется инстатик потом был но выводим консоль 1 потом мы создаем объект класса когда создается объект класса вы знаете что первым выполняются динамические блоки то есть у нас есть тут динамический блок и нон статик который выводит дальше мы вводим двоечку и собственно снова создаем объект класса который снова выполняет динамический блок то есть динамический блок у нас выполняется каждый раз при создании объекта собственно в данном случае это будет ответ 1 инстатик 1 и нон статик 2 и нон статик именно в этом порядке так вот собственно касательно так продвинутого дизайна классов это вариант вот как видите тут вы нужно выбрать три опции три опции в общем это как говорится касается как переопределяются методы то есть нужно выбрать три независимых варианта которые можно выполнить чтобы у нас не было проблем в данном случае это первый вариант то есть интерфейс который расширяет другой интерфейс может ничего не объявлять это не обязательно второй вариант некорректный потому что интерфейс не может имплементировать никакой интерфейс третий вариант у нас абстрактный класс имплементирует интерфейс мы поскольку он абстрактный он не обязан имплементировать то есть это должны будут делать не абстрактные наследники то есть данный вариант четвертый вариант у нас абстрактный класс который имплементирует и И, собственно, добавляют метод, при том, что он не имплементирует ничего из хеллоу. Но это тоже не запрещено. Абстрактный класс не обязан имплементировать методы интерфейса. И последнее у нас, собственно, неверно. Потому что у нас невозможно... Компилятор не сможет определить, какой метод. Если видите, у нас сигнатура метода совпадает хеллоу и два инта входные параметра. А возвращаемый тип разный. Соответственно, это недопустимый. Последний вариант неправильный. Так. Дженерики и коллекция. Значит, как видите, тут много чего написано. Главный смысл данного вопроса, вы должны знать, что... Тейлмэп. Он у нас, как говорится... Использует, собственно, все тот же... Все ту же родную мэпу. То есть, это не абсолютно новый объект. Со своими данными. Это всего лишь как... Такая прозрачная оболочка. То есть, в данном случае... Если мы больше глянем, пол last entry, пол first entry. То есть, это то, что у нас... Все операции, которые пол... Они удаляют элемент. То есть, в данном случае... У нас элемент с ключом A. И элемент с ключом C. Удалится. Потом мы берем... Тейлмэп. И снова делаем пол first. То есть, он снова... Удалит элемент. Но это не будет просто элемент от Тейлмэп. Поскольку... Это всего лишь... Так сказать... Часть той первоначальной мэпы. То удалится этот элемент из мэпы. То есть, первый элемент для Тейлмэп будет... ББ. И он удалится. И потом, вот видите, последний вопрос. А. Да. Прошу прощения. Да. Какой будет размер. И что он выведет пол first entry от Тейлмэп. То есть, первый нюанс. То, что мы сделали пол. Он снова уменьшит размер. Мэпы. То есть, в данном случае у нас первоначально было 6 элементов. Потом мы 2 раза сделали пол first и last. Осталось 4 элемента. И то, что мы... Удалили... Сделали пол на Тейлмэп. Еще раз уменьшил. То есть, у нас элементов всего лишь 3. И первый элемент у нас остается C-Cut. Дальше. Лямбда выражение функциональной интерфейси. Значит, у нас есть 2 метода статических. Operate и Main. Собственно, главный смысл заключается, чтобы понять, что объявление на строчке, которая промаркирована на 1, это валидное. То есть, в данном случае это у нас функция, которая возвращает унарный оператор. И в строчке, которая промаркирована на 2, имеется в виду, что у нас это 20 будет передано как A в данном случае. То есть, у нас FO будет содержать унарный оператор, где будет уже как бы 20 минус нечто. И вот, когда мы вызвали Apply 20, это 20 передалось в унарный оператор. То есть, получилось 20 минус что-то. И поскольку мы вызвали это в методе Operate, то есть, у нас получается 20 минус что-то. В данном случае 5.20 минус 5. То у нас ответ 15. И вопросы тоже есть. Так, вопрос по стримам. Обратите внимание. InStream. То есть, иногда есть вопросы с подвохом, где есть просто Range, где первый элемент включен, последний не включен. Или RangeClosed, где последний элемент тоже включен. Дальше, Boxed, это, собственно, возвращается стрим, типизированный интеджером. Фильтр. И вот, собственно, главный вопрос, нюанс данного вопроса, это вот в первом случае параллельные, вызываются параллельные стримы, и найти какой-то элемент. А во втором случае у нас последовательный. И тоже найти какой-то первый попавшийся, так сказать, любой элемент. И какой будет вариант ответа. В данном случае это третий сверху. Это будет два optional. то есть, нужно понимать, что findAny, он у нас будет возвращать optional, потому что в стриме может и не быть элементов. То есть, значит, будет optional, который в себе ничего не имеет. Это первое. А второе, почему третий, да, он может иметь 13, 14, 15 значений, что в первом, что во втором случае. то есть, в первом это вроде бы оправдано тем, что параллельные стримы, мы не знаем, в каком стриме будет найден этот первый любой попавшийся какой-то элемент. А во втором случае у нас вроде бы как последовательное. И казалось бы, что правильно должно быть просто optional с 13, да, то есть второй ответ. Но смысл в том, что нужно запомнить, что findAny, он не гарантирует никакой последовательности. Это поскольку как Any, оно может быть любое, может быть первое, может быть второе, может быть третье, может быть какое угодно. То есть, последовательность не гарантируется. Так, это у нас Neo 2. Вот то, что я говорил, это работа с путями. Да, то есть, имеется первоначальный путь P1 с каким-то значением. Вот строчка 20, то, что нужно вставить. Ну, а дальше код, который в данном случае нас не особо интересует. В данном случае. Вот, нам нужно понять, как сделать этот второй путь, который нам позволит сделать то, что вопрос нас просит. То есть, это то, что мы говорили, что нужно хорошенько разобраться с путями. В данном случае первый вариант, Resolve Sibling, у нас стоит, как видите, два backslash, которые на самом деле эквивалентны, как будто бы, это от корня путь. И дело в том, что, когда два пути мы хотим зарезоловать один от другого, нужно помнить, что если путь абсолютный, то он и возвращается, ничего с ним не будет. То есть, в данном случае P1 Resolve Sibling Clients dot вернет точно такое же значение. И это не то, что нам надо, то есть, он не будет внутри C Company Records. Значит, во втором случае это уже как раз правильный вариант, то есть, путь относительный, раз это Sibling, то он как раз и окажется C Company Records пути, то есть, он правильный. Третий вариант, Relative Ice, это, собственно, общение к этому месту, но вернет нам совершенно не тот путь, который нам нужен. Четвертое и пятое обратите внимание, что путь, когда мы называем Get, он может быть как иметь одно значение, как может иметь множество значений, они на самом деле между собой все равно будут, так сказать, конкатенированы в одну строку. То есть, их может сколько угодно этих частичек быть. Смысл в том, что метод Sapppass, он нумерует элементы пути с индексом 0, последний индекс не включается. И что важно, нулевой индекс это никогда не корень. То есть, если вот когда нам в случае P1 у нас имеет корень C и мы делаем Sapppass от 0 до 2 то вот нулевой элемент это не корень не C корень не попадает. В данном случае нужно брать GetRoot а тут путь путь стартует после корня. То есть в данном случае нулевой элемент это Company первый элемент Records второй элемент Custom Restat вот и поскольку это Sapppass нужно помнить, что последний индекс не включен. То есть четвертый вариант он правильный у нас мы взяли корень C Sapppass это Company Records Customers туда не попадают и приплюсуется к нему Clients. И последний вариант он собственно неправильный потому что это будет не тот путь потому что не будет Company у нас будет C Records значение то есть это совершенно не тот путь который нам нужен вот дата и время вот это как раз по-моему я упоминал этот пример где у нас современная зона Нью-Йорка 5 ну минус 5 часов и вот у нас летнее время которое делает не 5 часов 4 часа и собственно весь смысл этого вопроса в этом заключается в различии что мы разницу между тем когда мы указываем зону ID то есть в данном случае как Америка Нью-Йорк она учтет переход на летнее время а если мы будем зон offset указывать он ее именно так и примет и в связи этим у нас получится одно время где зона минус 4 часа а другая зона где минус 5 часов и в данном случае ответ будет третий то есть PT минус 1 час обратите внимание тоже надо запомнить что когда выводится на консоль duration то она всегда имеет маркировку PT а если это будет период то будет только буква P это тоже есть вопросы что отличаются где выходится на консоль период то есть это только буква P а если это duration то это PT и локали локали значит дается код если мы обратим внимание то есть у нас встретится дефолт локаль потом создается новая локаль и в ресурс бандл мы отправляем Japanese локаль да и потом пытаемся из этого ресурса взять строку greetings и у нас есть два файла видите один который по сути дефолтный и который у нас для французской канады да и собственно вопрос что с этим будет да и ответ собственно что никаких проблем с этим не будет что не имеет значения что мы находимся установили дефолтную локаль одну а передали в ресурс другую то есть в данном случае ответ это последний оно будет работать без проблем всему миру никаких тут нету причин или чего бы то ни было почему оно не должно работать собственно с вопросами мы закончили и ваш сертификат 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 профессионал будет выглядеть практически один в один как и сертифайт эсошиэт вместо только с той разницей эсошиэт будет заменено словом профессионал и собственно все все остальное будет выглядеть точно так же механизм один и тот же получение этого сертификата в своем кабинете бейджики и т.д. и т.п. ничего другого не будет это такой же как и сошиэт экзамен только сложнее благодарю вас за ваше время если есть какие-то вопросы точнение или какие-то специфические вопросы пожалуйста задавайте давайте обсудим эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Чи просто там, что больше переглядали твой LinkedIn профайл, когда ты поставил байдик? Нет, честно, скажу так. У меня цели не было LinkedIn, беджики и тому подобное. Это хороший инструмент действительно лучше понять Java, потому что в ежедневной работе с некоторыми частями можно совершенно не работать. Знать, что название одно это. А так все-таки оно дает такое большее представление. Оно не дает там каких-то супер навыков или такого что-то, но дает лучшее все-таки представление, понимание некоторых вещей и все-таки как-то ты уже чуть-чуть по-другому потом смотришь на этот код, который делаешь сам себе меньше подножек делаешь. То есть я считаю, что он довольно-таки полезный, чтобы более широкий взгляд иметь на Java. Иначе можно просто сидеть на проекте и лишь в одной части работать, а другой даже не знать ни малейшего представления, как оно там функционирует. В принципе, как бы хотелось, но сначала хочется от этого отдохнуть. А другое дело в том, что ну, во-первых, всегда все-таки легче готовиться, когда есть какие-то материалы четко подобраны. И как я сказал, вот те экзамены, которые я изначально хотел еще GPA сдать, он вот, ну, 31 марта прекращает свое существование. А тот, что заменяет, он, по сути, у себя под капотом 6 экзаменов держит. То есть раньше, которые были 6 экзаменов, вот это, которое, по-моему, Java Enterprise Edition Developer, оно, по сути, теперь 6 экзаменов слило в один, и при этом, ну, пока, он довольно недавно появился, пока нет никаких подготовительных материалов, чтобы хотя бы посмотреть, осознать, ну, масштаб трагедии, потому что я по форумам посмотрел, некоторые американские товарищи, кто сдал, их там буквально единицы, и все они сказали, что экзамен очень сложный, и те, кто его сдал, говорят, лишь потому что я его сдал, потому что у меня уже все эти 6 экзаменов были сданы, собственно, потому что я хорошо знал. А вот так вот взять и как бы попытаться сдать, это, ну, в общем, это нереально. И поскольку материалов нормальных подготовки нету, и поскольку он, по сути, раздулся в своих размерах, то пока как бы я решил, что я чуть-чуть подожду, может там что-то устаканится, или что-то Oracle пересмотрит, потому что якобы была информация, что изначально вроде бы задумывалось, этот большой экзамен разделился таки на две части, которые касаются там фронт-энд, да, там GSP-шки и всякое такое добро, и бэкэнд. А в итоге сделали один. И, ну, в общем, в общем, пока подождем, что может чуть-чуть там разведнеется. Ясно. И что-таки, по-русски, сколько тебе часа пришло на подготовку до OCP? OCP я готовился два месяца. Ну, опять же, да, я расскажу, как я готовился, просто все же по-разному готовится. То есть, семья, работа, все дела, времени не так уж много. Поэтому я взял эту книжку и сделал себе такую планку 20 страниц в день. То есть, я каждый день спокойно, методично тратил там вот около часика там эти 20 страничек читал, что мне понятно, непонятно там. И таким образом где-то ушел месяц, ну да, 20 страниц на 30 дней, это 600 там около страницы есть в этой книге. В общем, а второй месяц я просто практиковал эти экзамены. Потому что некоторые вещи, вот когда все-таки читаешь книжку, не вся эта теория в голове удерживается. Нужны живые примеры. Вот второй месяц я приобрел вот это МОК-экзамены, там их 6 штук. И вот где-то там, ну да, где-то два экзамена в неделю я проходил. Там, что удобно, там можно ставить на паузу. То есть я в один заход не проходил экзамен, потому что это все-таки два с половиной часа. То есть я дробил на две части, грубо говоря, где-то половинку сделал, поставил на паузу, а потом с этой паузой вторую половинку делал. Ну вот на это где-то три недели тоже ушло, и неделя еще, так сказать, анализ над своими ошибками, что-то мне было понятно, непонятно, почему так, почему так, так сказать, на полировку. И все, и потом как бы пошел и сдал экзамен. Топ-то осей, Саша, ты говоришь, ломанч часу, лишь два месяца. На осей, да, гораздо меньше, гораздо меньше времени. Прекрасно, добро, дякую. Не за что. А вот если, допустим, у меня уже есть сертификат по Java 8, о осей и осей, и я хочу обновить его, допустим, на Java 11, что мне до этого нужно делать? Мне нужно опять все системы проходить или какие-то обновки? Нет, я прошу, если уже есть Java 8, OCA и OCP, то другого, выше же нету сертификации на данный момент. Я вначале, по-моему, говорил... Я опоздал, поэтому несложно. А, ну вот, я вначале говорил, что на данный момент только Java 8, нету никаких экзаменов ни для Java 9, ни 10, ни 11. В первую очередь, это связано с тем, что там именно языковых изменений немного, то похоже, что Oracle пока не планирует. То есть, вся сертификация по Java 8 идет, и никакой информации пока нету о том, будет ли сертификация для Java 11, 12, или что бы то ни было, никакой информации нету. Поэтому, в настоящее время, это Java 8, и все. Второй экзамен не сдается без первого, правильно? Да, да. Этот момент надо уточнить, там... Не сдается. Так, прямого запрета вроде бы как нету, но если бы... Там есть требования на Oracle в стране. Да, для SAP дроба с даты всей. Ну, я же говорю, оно там написано, но я вот... Я просто не готов сказать, действительно ли это такое требование, что прям тебя не допустят к экзамену, или это... Да, да, так и как... Да? Ну, значит, так и есть. Хорошо, спасибо. Да, не за что. Еще вопрос. Хорошо. В принципе, питаний бы не было, но... Дуже хотелось бы эту презентацию что-то раз... Ну, приатачили, заслали. Да, да, будет, конечно. Да, у нас на Java Community мы там все прикрепим, сделаем, все положено. На Java Community мается на вас до листа. Не-не-не, это будет... Ну, будет письмо после, а вообще сам материал будет на конференции. Угу. Ну, лист будет я хотел еще двумя лайфхаками поделиться по этому, по OSEA и OSEP, может, будет кому-то полезно. Первое, это то, что... Ну, в принципе, это там рассказывается прямо на экзаменах, вы будете читать, там будет написано явно. Первое, это если вы проходите вопросы, то есть смысл, вот как Женя говорил насчет ориентироваться на набор баллов, то есть пройти сразу все вопросы, которые вы можете порешать прямо сходу, то есть вы знаете на них ответ. Там есть специальная функциональность, достаточно удобная в тестах, что вы можете вернуться ко всем неотвеченным вопросам, но в каком-то порядке там очередности. Вот, и потом уже решать, на который у вас, ну, требуется больше времени, так больше шансов набрать необходимые баллы для прохождения. А второй, это прям хак жесткий, и там в какой-то, по-моему, книжке это было написано, что если у вас есть какие-то пробелы в знаниях, ну, в плане, вот вы какую-то тему очень плохо знаете, или там хотите записать какие-то операторы, которые совмещаются друг с другом, вы можете прямо перед сертификацией их почитать перед заходом в комнату, книжку оставляете снаружи, вам выдают вот этот пластиковый бланк с маркером, вы бегом записываете на нем все, что помните, держите в голове и идите дальше решать тест. Вот это они не запрещают, говорят, что вполне легальный хак. Ну, и можно, в принципе, пару тем себе спасти таким образом. Да, Женя, правда говорил? Да, да, все это реально. То есть, никто вам не запретит, ничего, как только вы вошли, вы можете на вот этой пластиковой штучке писать все, что ваше душе угодно, все, что в голове держится, все, что хочется зафиксировать, пожалуйста, делайте это. Вот. Ну, на этом вроде как все, тогда всем большое спасибо, Жека, спасибо большое за доклад, фоллоуарм, что пришли. Все, тогда фоллоуарм мы обещаем, и до встречи, на следующих комментах приходите. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok